Привет всем стратегическим жевжикам! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть прохождение загалов Сид Мэр Сивилизэйшн 6 на уровне сложности божество. При условии, что мы десяти цивилизациям первым встречи обязаны были объявить войну и что вы можете проходить это вместе со мной. Ссылка на сейв есть у первой серии. Кстати, если вы, собственно, наткнулись на это видео случайно, то перейдите к первой серии в прикрепленном комментарии. Ссылочка на первую серию, начнете смотреть сначала. Итак, продолжается у нас оборона Смоленска, хотел сказать, но оборона уже давно закончилась. Тут скорее продолжается движение дальше, и нам нужен уран для всего он нам нужен, в общем-то. Давайте я, наверное, этой ротой защищу рабочего. Тут, значит, продолжим тверь нападать. Нет у нас времени апгрейд, уровень самолетам давать, нам надо тверь обстреливать. Так, а отсюда у нас не долетит. Нам нужен еще и военный инженер, нам, кстати, нужен. Но сначала должен спутник доделать. Да, чтобы увидеть всю территорию. Но этот, по-моему, не должен долетать до Твери. Ну, кстати, вот этого можно и апнуть, в принципе, самолетик. Так, тут у нас современные ПТ-команды. Но их мы тут легко, опять же, разбираем. Давайте, пожалуй, местами поменяю эти юниты. Чтобы обстреливать современные ПТ-команды. Непонятно, зачем современные ПТ-команды делал вообще грек, честно говоря. Так, морской порт в Баракуме. Что-то из великих людей у нас. Блин, сто процентов производства для космической гонки. Ну, на Королева тогда, видимо. Давайте проведу логистику промышленной зоне. Фабрикой. Ну, я не хочу никакие тут районы еще вставить. Все-таки давайте тогда и тут логистику промышленной. Ну, у меня в двух городах, я думаю, хватит. Здесь можно... Давайте ПВО потом... Не видел вообще истребителей никогда, чтобы... Так, а тут мы на производство. Отсюда тоже, видимо, не долетает, да? Ну, давайте отсюда Воронеж хотя бы бомбить. Смешно звучит, что я бомблю Воронеж. Мемчик. Ну, наверное, просто стоим, держим тут территорию. Так, вот этим сэмолем можно... Наверное, по Кносу давайте. Отходим. Блин, здесь бронетесь на счет, мне тут грабить все. Куча культуры. Соликамские следовательские гранты продолжаем. Вратамагусе продолжаем. В Гонконге универ лаба. Блин, опять второе место занял. Ммм, что-то полы... А, конечно же, Смоленск должен отваливаться. Но, опять же, не сильно. Минус 2 и 3 всего лишь. Возьмем Тверь, возьмем... Санкт-Петербург. Да я даже, наверное, Тверь если возьмем, то Смоленск уже не будет отваливаться. Так, там сюда надо. Ну, я просто постоял, наверное. Вообще, можно Олимпию обстреливать. Мы Олимпию можем с моря забрать. Так, Салим там кто-то засоюзил. Запуск искусственного спутника Австралии. Ну, и я сейчас закончу, так? Генерирует больше претензий. Я бы за австралийца проголосовал. Хотя, вряд ли это, скорее всего, против меня будет. При осуществлении этого проекта. Ну, я бы... Я бы вообще за термоядер... Ну, не знаю, что тут пройдет. Ой, то есть наоборот, снижается термоядерная. И всемирные игры согласен провести. Вообще, как бы, по... По характеристикам у нас тут мапучий лидер. И в итоге, да, я больше претензий генерирую. Снижается на проект Малхэттен. Я доволен. И... Всемирные игры. Так, у нас запущен спутник. Можно нам вернуться в игру? Лыжный курорт, стадиончики. Так, продолжаем защищать наши города. И смотрим. Ну, прикольно, по-моему, сгенерировались. Пангеи. Инк. У Инка хреновая территория, конечно. То есть вот тут более-менее горы, а потом какие-то, блин, пустыни. Так что Инк не мог развиться нормально. Вот зачем австралист здесь подводные лодки фигачил в Перте? Удивительно, опять же. Тут Китай неплохо выглядит. Мапучия. Ну, опять же, никто ни у кого ничего не захватывал. Вот ставишь военную победу, ну и где их более-менее? Смотрите, у всех, ну, то есть только ГГшки, как обычно. А чтобы цивилизации друг у друга, хоть что-то. Могу только предположить, что какие-то могли только по лояльности, если отвалиться. Ну, вот Куанчжу, например. Мне кажется, по лояльности отвалился они какие-то... Тут такая территория, что его очень тяжело самим захватить. Просто сидят, нифига не делают. Ну, Мэкэля, кстати, это эфиопский город. Тут вопрос, по лояльности он отвалился или его все-таки захватили. Так, давайте смотреть, как у нас тут Вьетнам вторую только делает. Ну и все. Ну, то есть пока... Не, удалось прокачать шпиона. Ну, пока вроде... Никто сильно прям меня не опережает, чтобы улететь. Так, а что это у нас тут за... Еретики плавают. Там вообще важно уран обработать. Дальше, как у нас вообще по производству? Ну, самый, конечно, должен быть производственной столицы. Там и рурочка очень в тему встала. Так, по прибыли, по-моему, 220. Вторая Тирвана. Просто к тому, что в Тирване, наверное, надо... Проект Манх... Блин, 9 ходов, и что так долго? У нас даже снижено на 50%. Реально долго. А я не открыл, кстати, второй... Так, подождите. Мне второй надо открыть. Это нам спутники нужны. Лунная экспедиция. Ну, тогда в столице, видимо, будем все-таки строить. Так, на виду проект Манхэттен. Так, сколько? Четыре хода. Блин, поразительно. А что, проект Манхэттен, садок, дорого, сумя 220. И еще на 50% снижено. А-а-а, наоборот, снижено. Они ее снизили. То есть он дольше, наоборот, строится теперь. Черт. Тогда четыре хода, это быстро. И у нас нефти опять не было. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот из Ратамагуса, по идее, должен бомбардировщик до Санкт-Петербурга дотягиваться. Так, открыли глобализм. Ну, я бы поставил карточку на электронную коммерцию. Блин, вместо чего? Давайте, видимо, вместо писания. Хотя это 28 производства даст, а это 18 производства. Пятилетний план. Науку не хочется убирать. Ладно, давайте вместо... Блин, ну хотя... Ну это вместо коллективизма. Потому что, ну а что нам еда? У нас города уже не растут, нифига. А вот производство это больше даст. Ну и денег, соответственно. Так, Пингалу, наверное, на Гранты. Потом на космическую гонку. Хотя он у нас не в столице сидит. А где? Тирване. Кстати, мне надо еще где-то в космопорты. Блин, вот тогда я здесь в Тирване космопорт строю. Че я фигней занимаюсь? Тирвана у нас. Самый производственный. Потом Самарабрива, Багакум и Наведун. Самарабрива. Самолет в Багакуме, по-моему, не будет места под космопорт. Да. Ну, в Наведунье я уже строю. Ну, в общем-то, хватит, я думаю. Так, дальше пошли в синтетическую технократию. Блин, тут для спутников два центра вещания. Вещание требуется. Может, пока отложить. Я бы два центра вещания построил. Ну, или купил. Только не стоит. 800, вот так я их могу купить. Вещание один ход строится. Давайте, наверное, тут я его построю за один ход, а тут два хода, а тут куплю. Клетки побережья утрачиваются. О, лунный экспирит. Вьетнам пока эти первый, второй проект закончил. Что я бы за Вьетнамом следил. Нанотехнологии не открыты, правда. Зато... Пожите, у кого-то были открыты нанотехнологии? Нет? А, у Грека. Внезапно, да. Если у кого открыты, то у Грека, зато он даже космопорт не построен. Ну, короче, у меня ощущение, что тут... Или вот у Инка тоже нанотехнологии открыты, а космопорт не открыт. Все-таки у них вообще никак не изменяется их поведение, вообще ни от чего, судя по всему. Ну, то есть, если у тебя есть только научная победа и военная, то какого хрена ты в конце игры не идешь в... Шот, ваншот, да? Не идешь в... Детали космического корабля. Какие-то нанотехнологии, ни с чего открываешь просто. Так, инженер у нас еще есть. Отлично. Все, у нас две... Два последних этапа мы просто великими людьми закончим. Сулунную экспедицию мы еще так будем строить? А вот запуск колонии на Марсе и межпланетную экспедицию мы великими людьми просто за один ход. Блин, я ж мог город за... А, так у меня кавалерия есть. Эта кавалерия, кстати, может убиться. Сверх мы не забираем город. Кавалерия может просто убиться об этот город. Так, ну и Петербург мы пока не можем обстреливать. Может, так немножко засветить его? Вот так, давайте. Не, Смалинск держится. Не отвалится уже никуда. Есть истребитель. В Самарабриве я хотел космопорт. Ну что космопорт я должен с центром города строить? Ну там, конечно, не с центром, все специализированные районы. А космопорт не считается специализированным. Ой, линкор австралийский приплыл. Может быть, нашим каперам больно. Пожеление, это не австралийский. Нет, это русский. И сдох сразу. Ну, сейчас селитр наконец-то появится. Обработаю. В Гонконге игр на лыжный курорт можно сделать. Хоть куда-то будем на лыжах кататься, ездить. То сплошная война. Нет, давайте. Так, вот боевая готовность, чтобы он очнулся, когда кто-то рядом оказывается. Так, это у нас бомбардировщик. А это у нас истребитель. Задействуем, наверное, вот тут. Чтобы три города подсвечивать. Велом город, то есть пиндюрил. Тут нечего грабить. Очень жаль. Ой, там какая-то австралийский линкор, что ли. К логистику промышленной зоны. Наверное, закончим. Зенитки мне не нужны. Броненосец. Воздушный шар. Давайте следовательские гранты. Подлодка, значит, хана капер. Подлодки видят капер. Все, всех ученых разобрали. Но будем надеяться, что инженер еще на плюс 100% придет. Кстати, еще и торговца Леви Страуса я бы взял. Иногда я что-то спрашиваю в комментариях. Типа, зачем я в конце игры стану? Так, это капер. Хорошо, молодец. Много награбил. Зачем я там ставлю города вообще? Там же, типа, не будет компусов и прочего. Города сами по себе от своего населения дают науку и культуру. По-моему, каждый житель это 0,8 науки и 0,6 культуры. Сейчас можно проверить. Давайте найдем город с какой-нибудь ровным числом. Красиво, типа, 10 или 20. Чтобы понятнее было, 8. Блин, нету ровных красивых чисел. 11. Ну, давайте вот 11, например. Вот наука 5,5 от населения. Значит, а, каждая население 0,5 дает. 0,5. 3,2 от населения. Это сколько культуры? Это 0,5 и 0,3 получается. Нет, этот флотоводец мне точно не нужен. Ну, продолжаем. Кума, сейчас где-то деньги откуда-то получать. Так, давайте забирать дверь. Вопрос только, хватит ли силы. Да, должно хватить. Кайф. Слушайте, а этого я делал? Я же делал вроде инквизитора еще. Типа хотел захваченные города очищать сразу. Или я хотел сделать, а в итоге похуже на то. Так, здесь давайте спутники открывать. Потом в нанотехнологии. Потом в атомную подводную лодку. Наверное, в роб... Нет, подождите. Спутники, нанотехнологии. Ядерный синтез потом в робота. Вот так. Так, раз я не сделал инквизитора, надо сейчас его сделать. А, да я, по-моему, решил на какие-то эти... На какого-то великого человека копить. Так, где инквизитор? Вот он. Так, ну, что-то еще вон нефть пойти обработать. Которой у нас тоже не было нифига. Так, ну, да захватываю Воронеж уже. Отсюда. Так, Питер. Надо подсветить. Плюс 10 противгородских атак. То, что надо. Следовательские гранты продолжаем. Осуждаем еретиков. Монумент. Амбар. Ремонт внешних укреплений. Сахар и янтарь можем корпорацию. Ну, там, блин, у меня все корпорации, которые здесь доступны, они там что-то веру дают. Ну, такое. Нету смысла их производить сейчас. Мне кажется, монополия корпорации немножко по-другому надо было сделать. То есть, пораньше, чтобы корпорации открывались, но для разных ресурсов в разное время. Потому что, ну, нафига, вот когда корпорации открываются, вам вера по-хорошему не нужна уже. Ну, только, может быть, если вы идете в туристическую победу. И то, обычно, проблема не в том, что вам не хватает веры на рок-группы. А то, что рок-группы очень часто дохнут и не просят столько туризма, сколько... Хотелось бы. И этого не хватает. Блин, а тут вопрос. Можем ли мы захватить Воронеж той раненой кавалерией? Кажется, она убьется. Так что, Воронеж следующим ходом будем брать. Я бы еще в Смоленске... Блин, вертолет не хочу. А другие кавалерии мы уже не можем, да? Не можем купить. Видите, вертолет будет потреблять алюминий, который у нас на самолеты идет. Танк не можем купить, что у нас нефти нету. Блин. Ну, а все остальные медленные. Навозьму просто ПТ-команду. Если будут казаки еще появляться. Ну, почему в Воронеже ничего не обработано? Так, один ход спутники. Ну, проект Манхэттен надо все-таки закончить. Блин, пингалу выкинули. Ну, сволочи же. Это в Тирване все из-за того, что пингалы нету тут. Теперь и жилья нехватка, и счастья нехватка. Так. Убираем Православие. Да, в следующем ходу. Ну, я бы, значит, еще одного инквизитора взял. Что-то вообще в Православии... Может, еще прикольное было. Храмы и святилища столько, сколько и веры. Ну... Мне уже культура нафиг не нужна. Просто, ну, можно сказать, что и моя вера, как бы, нафиг. Так, подожди, что у нас? Великая корова. О, слушайте, я даже не укрепил религию. А давайте укрепим это даст очки эпохи, вообще-то. Что это я... Так, раз апостол, два апостол. Вообще, взял трудовую дисциплину и гурдвару, и... Больше ничего и не надо. Так, а зачем я... Граблюсь, я сейчас заберу этот город. Сие нау... Ой, странное, походил? Ладно. Сие науке неизвестно. Я бы проект Манхэттен закончил. Если он будет сразу во всех городах... Кого там захватили? Рабочего какого-то, господи. Из Астрахани казаки, астраханские казаки. Освобождают. Бедных россиян, которых захватили галлы. Так, лунная экспедиция есть. Дальше мы прям прямой наводкой в нанотехнологии сначала. Потом в дальнюю связь. Потом в ядерный синтез. Потом в робототехнику. Вот так. Опыта командой могу. Отлично. Кавалерию прибережем для более дальних целей каких-нибудь. Да, маньяк я зря там, короче, поломал. А, ну, давайте кавалерии просто заберем рабочего. Если он захочет еще одного подставить, то флаг ему в руки будет. Так, отсюда падение Санкт-Петербурга. Москвы только не видать. Видите? В этой альтернативной истории в России нет Москвы. Ну, что, сильно Тверь отваливается? Например, 6. Ну, я Питер беру. Думаю, следующим ходом понятно. Так, что возьмем? Священные места. Веры в каждой встрече, в город. Наука за каждых четырех последствий. А вот это можно взять. И добавила 36 науки, считайте. И... Последнее. Ближайший город сильнее влияет. Построенные города это нет. Дает 10 лечения религиозным именементам нет. Поражения в теологических нет. Дальше распространяется. Кто вообще лидер по религии? 8 городов права. 32 католицизм. Да, вот это круто. 37 ислам. Ну, там католицизм и ислам, конечно, друг друга сдерживают на этом континенте. Ислам, Германия, Вьетнам, Мали, Аравия, Мапуча, католицизм, Китай, Грузия, Корея и Бразилия. Так, наверное, красиво будет выглядеть распространение религий. А у нас тут целый этот... Пестрый ковер. На нашем континенте ведь и больше приняли религий, чем на том. Так, я кого-то, похоже, убил тут. Или это когда я своровал деньги там? Время контрразведки. Давайте я его в Тирвану посажу. Тут у меня шпионы раздухарились вообще. А, тут топится камень. Можно не обрабатывать. Не могу три танка построить. Нефти нету. Поэтому не могу композиты ускорить. Мне еще повезло. Видите, у меня очень так слабенько затапливается все, что я могу проигнорировать компьютеры. Опять он все-таки байтим, байтим компан захвата этого рабочего несчастного. Я там ваншотаю его из военного лагеря. Вот, блин, у России зато танки есть. Но его у него сейчас не будет, потому что мы сейчас, по идее, должны... захватывать Питер, мне кажется. Хотя у него сейчас защита увеличилась за счет танка. Может быть и не хватит всех обстрелов. Да, походу не хватает. Но мне кажется, следующим ходом должно уже. Так, давайте я уберу ему защиту. Так, переброшу вот этот самолет в Тверь. Твор-то. Трехзвездочная приперлась. Так, значит, этого я хотел. Тирван, но... Все, короче, мои шпионы в защите сидят, считайте. Ну, хреново что-то получалось. И тут инквизитор, давайте в Воронеж. Фигово получалось. Так, мы скоро православие искореним. Лучше поклоняться великой корове. По-моему. Так, раз. Надо обратно вернуть. Рабочего тут. Не, не буду вертолет апгрейдить. Подожди, эта клетка затапливается, разве? Блин. Ну, кофе жалко. Что-то я думал, только одно кофе утопнет. Черт. Ошибся. Ну, в смысле, как ошибся? А что мне тут еще делать? Так, значит, подготовку спортсменов. Будем проводить. Что у нас с улетанием? Нанотехнологии не открыты, умные материалы не открыты. Джон Кертин заканчивает второй проект. Мапуча второй. Но ни нанотехнологии, ни умные материалы не открыты. Корея и Хамурапи. Туризм. Так, тут пока ничего. Синтетическую технократию откроем, там поставим. А ребята, те, кто нанотехнологии открыли, они не открывают космопорт. Просто. А вот еще один пример. Вот тут открыты нанотехнологии, например, и космопорт. Ну и мы ничего не строим. Китай вообще как бы неплохо выглядит. Блин, 517 науки у Вьетнама. И 572 науки у Мапуча. Знаете, какой будет прикол? Если мы их никак не догоним по науке, все равно потом улетим в итоге. Ну это же смешно будет. Так, пингалы в тирвану. Давайте уже до кукловода повысим. Чтобы кумасе навсегда нашим был. 30 послов. Так, тут. Контр-разведка. Нафига танчик сюда приехал. Ну что, падение Санкт-Петербурга или нет? Вот в чем вопрос. Да, должно быть падение. Сейчас ваншотница карав... Нет, заплатила. Столица пала. О, мы закончили проект Манхэтт. Значит, ломную экспедицию тут делаем. Ядерка 10 ходов. Это мы там, где мы космопорты доделаем. Тоже начнем ядерки делать потом. Все, уже Петербург даже не отваливается. На как и остальные взятые города. Ну, я думаю, что Россию надо дозахватить. Воронеж. Питер. Танчик добьем. Какие интересы обработать вино. Ну, вино у нас есть, в принципе. Корпорацию мы тоже на нем делать не будем. Так, а вот это что-то у нас? Куда это мы намылились? То есть нет смысла тут ремонтировать что-либо. Раз, два. Так, можно вот этих крабов только еще добавить. Этих и этих. Ничего не меняем. Окончательное затопление происходит. Так, кто там? Во, инженерно плюс 100%. 4 тысячи. Так, мне надо, видимо... Дает две случайных технологии. А вот эту мы заберем. Сейчас она нам должна... О, тут приехал ракетный крейсер. Австралийский. Не, ну, он лизье, наверное, будет долго колупать. Так, нанимаем поппера. А вот на Вернера фон Брауна надо будет почитать. Поэтому логистика промышленной зоны в Смоленске нету, к сожалению. Ну, ладно, пускай 19 ходов строит. Так, две случайных технологии. Компьютеры... Ну, в принципе, и то, и то неплохо. Я сейчас апну самолеты, получается... До реактивных бомбардировщиков. А компьютеры позволят быстрее дальнюю связь открыть. Тут уже все разграблено. Все уже украдено до нас. А вот. Дальнюю. 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 Бедные казаки Под выстрелы пулеметных рот Высовываются И умирают Так, реактивных истребителей мы еще не открыли Ну, покупайся, клеточка Крабики Медь далеко Вырубить можно ради денег А с другой стороны, зачем мне уже деньги Ладно, давайте рис обработаем И Два проекта Только Вьетнам закончил Но ни нанотехнологии, ни умные материалы Вьетнам не открыл При этом у него больше всего науки из всех 519 Сколько у него технологий? 60 У меня 63 Я не понимаю, как я их обгоняю По технологиям То есть они Такое ощущение, что ускорения вообще не делают То есть Я вот постоянно в конце их догоняю Как будто они просто не делают ускорения Никакие последние Один ход до нанотехнологии Ну, это пофигу Мы лунные экспедиции Так достроим А Эта колония на Марсе Это уже будут великие люди Доделывать Я не понимаю Что компьютер все-таки вот это в конце делает То есть Просто Да у него даже науки все еще больше Не понимаю Так, тут Приходят умирать Блин То есть Он меньше Снимает Чем предыдущие Предыдущая версия Бомбардировщиков Казань Наверное Сначала Казань Брал Астрахань Брал Класс Вообще Чего-то не чувствую Разницу в силе Брал Казань Брал Брал Наверное, Казань заберем, будем тут нефть обрабатывать. Тут вон еще один рабочий есть, ладно, просто пропускаем ходы пока здесь. Могу уже в современную ПТ-команду апнуть, да? Ну тут, честно, ладно, пойдем еще вот эту рыбу обработаем. Я, честно говоря, уже немножко бессмысленный, тратить деньги на выкуп этих клеток не особо и хочется. Так, логистику промышленной зоны плюс 100% космической головы, я понимаю, что мы последние эти и так автоматом сделаем, но улетание само еще тоже ускорится. Плюс у нас геликарнас, то есть это мы два раза ускорим вообще. Так что, не знаю, не было ощущения за игру, что компьютер как-то по-другому стал действовать, что я поставил чисто научную, чисто военную победу. Ладно, у Греции обычно прописано, что они не особо нападают. То есть вот Греция, я имею в виду Перикл, Горга еще более-менее. Перикл вообще довольный. То есть даже, видите, в войне он чисто шел, если нападать, то на саму ГГшку. У меня такое ощущение, что это просто где-то прописано у Греции такое поведение. Россия, да, нападала, но за счет вот этой территории ей это было тяжело сделать. Кто еще? Австралия. Вроде были тут у нее грозные юниты, типа армады, да, броненосцев, когда у меня их еще даже и рядом не было. Но почему-то... Ладно, давайте уже попрокачиваем немножко. Ладно, пока. Казань забираем, вроде как. Блин, а вот тут, кстати, кавалерия, скорее всего, все-таки умрет. Да. Все города сохраню. Переделаем православных под любителей больших коров. Так, тут апнем. Опять не вижу ни самолетов, ни ядерок. Не знаю, вот рассказывают мне люди, что компьютер против них и самолетами, и ядерками замечательно воюют. Где? Где этот великий стратег? Кстати, уже можно, в принципе, танчики покупать. Наконец-то. Знаете, наверное, даже не корпусами, а просто по одному танчику. А, я тут не могу его осудить. Так, что у нас там с логистикой? Вернера фон Брауна надо забрать. Там Германия читает тоже. Ну, у меня хотя бы Вера есть, если что, выкупить. В Германии вообще деньги... Не, ни денег, ни веры нету. Блин, Россия так на... Почему-то на рабочих падкая, прям не может мне захватить. Ну и кто ж там войдет в этот кризис? Я думаю, опять там... Даже пример того, что Грек не воинственный, но то, что против кризисов голосует, которые русский выдвигает. Ну, экспедиция есть. Вот, русский два голоса, но Перикл минус два голоса. Он даже настолько не хочет воевать. Так, берем синтетическую технократию. Тут пять процентов... Хотя у нас только один город. Давайте коммунистическое наследие точно берем. Дальше что? Вообще на науку тут... Максимум... Ну, восемнадцать. Это мало. Вот рационализм можно сорок пять все-таки с половиной. Общественный транспорт, либерализм я бы взял. Так, содержание юнитов. Я бы оставил содержание юнитов. Пятнадцать процентов к разработке проекта Космическая гонка. Ну, блин, а с другой стороны мы уже все. Сейчас мы все просто выкупим. Там только ускорялки останутся. Так что, наверное, нафиг надо. Усталость от войны. Ну, давайте, наверное, еще и гражданский авторитет поставим. 484, 326. Ну вот. И даже сейчас, например, я Мапуча не обгоняю. Вы видите по количеству науки? Причем, Мапуча, Вьетнам и Австралия уже вот здесь. При этом никто не начинает третий проект. Я уже могу его сделать там, как эти умные материалы. Надо умные материалы еще открыть. Ну, в общем-то, я бы закончил сразу проект и просто ядерки бы тут начал делать. Все, я уже третий проект сделал. Мне умные материалы только открыть надо. Так, слушайте, давайте-ка мы апать. Блин, 405. Вот что надо было поставить, чтобы дешевле апать было в подлодке. Но все равно еще одну. Так, наверное, Ярославль возьмем. Мне кажется, Ярославль не должен к Эфиопе отваливаться. Давайте здесь еще инквизитора купим. А, блин, у него тут нету лавры? Нету. А что, Россия не во всех городах лавры, что ли, строит? Я вон в Смоленске вижу. Можно купить инквизитора. Вы только проверяете, что где вы покупаете инквизиторов, там города обращены в вашу религию, а то можете купить чужой религии. Я просто фермы буду тут. Делать. Ну что, Астрахань последним. Дальше в управление будущего. А, тут даже... Ай, ладно. Куплю, я обработаю. Здесь оно бессмысленное во многом. У меня, наверное, торговля, кстати, с Германией, со всеми этими. Да, да, все осуждают меня. Сейчас я вам еще ядерки привезу. Вавилон впервые за всю игру попросил мир. То есть я, видите, до этого не отмечал, чтобы не просил больше никогда. Это вот звук, иногда выпутают, что ядерка полетела. Это звук самой атомной подлодки. То есть это просто атомная подлодка сейчас проатаковала мой город, поэтому звук был, как будто он ядерку запускает. На самом деле это просто... Я бы, кстати, подлодочку лучше проатаковал самолетом. Так, и поплыли как куда-то сюда. Так, еще раз проверяем. Нанотехнологии не открыты, не открыты, открыты, но отстает. Не открыты, не открыты. А тут открыты, но ракетостроение вышло. Это вот еще раз показывает, что у компьютера просто забиты их перемещения по дереву технологии. То есть, чтобы побеждать компьютера, даже не обязательно особо обгонять его в науке. Я не знаю, как он там улетать собирается. Так, следующим ходом надо будет выкупать. Не должна Германия. Вроде как не хватит ей. Он тоже читает, кстати, на него, что интересно. О, тут морская плотина нужна. А что тут затапливает? А, вот эту клетку, ну пофиг. Вообще пофиг. Так. Подготовку спортсменов еще сделаем. Попробуем хоть что-то с этого. Хотя тут все на туризм, честно говоря. А может не побеждают. Тут, блин, пофига эти подготовки спортсменов. Нафиг надо, короче. Блин, немножко ошибся. Мне надо ядерки строить. Не надо мне во всех промышленную эту делать. Логистику промышленной зоны. Самарабривый богакум давайте. Зв洗. Да. Отд Chanity. Нет, все, не надо. Понимаю... Попробуем! Г tier Greb. Так, пригород, видимо, затопило Ну, смотрите У русского практически везде Кампуса построены Я не знаю, почему он Отстал, причем, вроде даже неплохие Ну, плюс 3, да? Плюс 4 Ну, это хреновое, да Плюс 2 Кстати, отдают? Да Исторический момент, что мы Священный город православия Обратили в религию Великая корова Смотрите, не знаю, что культурная победа Отключена, все равно сообщают о том, что Ну, там, кстати, какие-то бонусы есть За распространение своей религии Проблема в том, что они Такие несущественные У них мало кто обращает внимание вообще Там, по-моему, больше за торговые пути Что-то должно даваться Если вы Отправляете Караваны в те города Ну, у которых у вас Преобладающая ваша культура Так, а вот тут затапливает? Вроде нет Да я бы эту медь обработал Слушайте, а маскат Под влиянием только Петра Думаю, может мне вот Забирать мне его Или засоюзить Давайте еще глянем Сейчас следующим ходом Где У кого сколько космопортов Насколько они там вообще Планируют улетать Здесь солнечные электростанции Наверное Можно было бы построить А с другой стороны Я нафига Так, значит, поиск Космопорт Вообще всего На планете у нас получается 38 космопортов Ну, кстати, довольно много Кстати, Китай Раз, два Ну, подожди Это строящиеся же Но вообще Китай Как минимум Раз, два, три, четыре 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 космопорта Зашибись У Мапучи Раз, два, три Причем они Тут даже что-то производят Ну, три У Мапучи Три всего лишь Причем они так Кучненько Нет, они пока Ничего не производят Кучненько Находятся Можно будет кидать У Арава Араба один утонул И три он строит У Вьетнама Раз, два, три Четыре Четыре космопорта Тоже круто У Мали вообще ни одного У Бразилии Раз, два, три Строящихся Четыре строящихся Космопорта У Германии вообще нету А в лидерах у нас По науке Еще раз давайте глянем Вьетнам Австралия И Мапучи Значит, все Австралию Вьетнам мы посмотрели Мапучи мы посмотрели Австралия Раз, два, три Вот у него только эти проекты Вот в этом И вот в этом Пять космопортов Но все-таки Австралия Главный соперник Я не понимаю Почему так долго Он спутник запускает Забираем Вернера фон Брауна Отлично Плюс здесь процент И тем более Что у нас То есть у нас будет Плюс 200 процентов К созданию Первый Уже две ядерки есть А мы сейчас просто Закидаем Австралию Может быть Грецию Еще по пути Он, видите, к нам Современными танками Зачем-то приезжает Так, ну я думаю Что мне тут тоже надо Правда я не смогу Да, вообще я не смогу У меня не хватает Веры Но Вернера фон Брауна Надо было покупать Ладно, может Я хотя бы ПТ-команду Армию Или какую-то ПТ-команду 580 Мне тоже не хватает Ну что, Тула и Астрахань А, блин, отсюда уехал Лечиться Астрахань вообще быстро Развалилась Субтитры сделал DimaTorzok Намного раньше, конечно Упала бы Россия Если бы у меня были ресурсы Вообще не представляю Как без селитры И нефти Можно нападать В те эпохи Когда, собственно Они появляются Я ничего не меняю Буду в нормальный век Выйдем в итоге У меня, по-моему Сломали космопорт Ну Мне уже пофигу Где последнюю деталь На самом деле Запускать Когда Бог сказал Пингау На космическую гонку Дипломатическая победа 50% производства ОБР Вот это интересно Это я бы открыл ОБР и построил Блин, 14 Знаете, давайте поставим Блин, где тут Вот Первый Нет, не первый посол Где Когда отличаются Каждый ваш посол Дает двойной эффект Если правительство Отличается Вот это поставим Попробую второго Да, три Видите, двойное Получается Е Давайте Чуть-чуть побольше Туда добьем Чтобы меня не перекупили Сразу Это дофига науки Добавляет Интересно Могут Латники Убить Современные Тани Показывают Что они сдохнут Ну что Пришло время Кинуть ядерки Поразительно Я так понимаю Что Австралия Так и не запустила Второй проект То есть Только Вьетнам И он уже В умных материалах Но почему-то пропускает Так Делает он Что-то Вот выглядит Как будто он И тут И тут делает Но такого быть Не может Потому что Если вы проект В каком-то одном Космопорте Делаете То в другом Уже нет Ну давайте подумаем Тут Сидней А тут Перд Ну в Перде Мне явно кажется Больше производства Поэтому я бы сюда кидал Собственно в сам Перд Не заденем Космопорт А, чуть-чуть Не долетаем Так Как бы не так По максимуму Кампус Театралка Арсакхас Арсакхас А тут Развлекательный Наверное Все-таки Так Давайте Ну в принципе Второй можем кинуть Сидней Я бы в Канберу Кидал Самый большой город Вот у него Так Что мы тут Ну вот Космопорт Наверное Вот сюда Чтобы кампус И театралку И космопорт Задеть И еще и Мрамор Разрушим Так Вернер фон Браун А нет Слушайте Исчез Странно У нас же Геликарнас Хочешь Геликарнас Два раза Утонул Геликарнас Паво Вот это Вот видите Ушло все Вот это Единственный Минус Затопления Для меня Вот это Я не Не уследил Конечно Поэтому Ивернер фон Браун Браун только Один раз Сработал Но Понятно Что это Нам уже Никак не помешает Следующим ходом Россия Не будет Вот как-то Вообще Никак не помешала Мне Россия Даже Даже Религию Свою Обычно Компьютер Дофига Этих Миссионеров Прочего Делает И как-то Вот Не особо Они Они Ко мне Тут Лезли Миссионеры это может ядерок не хочу мне надо немножко накопить урана чтобы роботов строить нет извини вьетнам не могу как только ядерки полетели сейчас сразу все захотят ну тем кому я не запретил у меня спрашивать постоянно корея второй проект завершила кто с ним теперь самый отстающий как ни странно корея плохо выглядит 315 такая на тебя на общем фоне мали вот грузия вот это да реально отстающие так 50 процентов к созданию роботов при ныгде ну а ну вот фиолетовая давайте вместо гражданского авторитета и я бы в столице только робот строится а блин я бы не открыл еще черт ладно ждем эти не буду пока ядерки больше строить просто улице не знаю у меня такое ощущение что я даже не помню чтобы кто когда-то компьютер третий проект строил как-то они постоянно на втором застревают потому что они не выходят дальше все минус россия жизнь прожить прожить не поле перейти какие глубокие мысли а дайте мы тву разрушим так сушите может все таки золотой попробовать какие у нас тут варианты что-нибудь из великих людей можем получить может плыть к вьетнаму кореи и мапучи мапучи тоже вот корея так давайте наверное этой подлодкой корейцу в корею поплывем вот вот все Блин, надо было и Астрахани удалять, нафига она мне. Кого-то убили тут, поймали шпиона. А, убит шпион Китайской империи, вот кто мне там. Насколько недовольств, давайте попробуем поторговать с Бразилией, есть джинсы. Так, Германия, соль, жемчуг. Дорого, но счастье нам надо. И Бразилия, да, вроде? Нет, Бразилия, Мапуча. Ну, сейчас дофига должно быть науки, сейчас счастье. Хотя, не слушайте, не пришло счастье. Так, ну поплыли тут в ту сторону. С Австралией уже все понятно, я уверен, что Австралия уже никуда не улетит. Ну, давайте улавливание. Так, Кумаси наша, Таруга наша. Может, Волин еще? А, блин. Мансамуса. А, нет сюзерен? Подождите. Нету сюзерена, поэтому меня за двойное не считается. А маскат? О, маскат могу. Просто не хочется мне маскат тут забирать. Лучше бонусы с него иметь. Он, тем более, там дает одно удовольствие в городах с центром коммерции. Ну, не так много, как хотелось бы, но тоже неплохо. Тем более, в столице центр коммерции у меня есть. В Самарабриве центр коммерции. Блин, конечно, Геликарнас утонул. Это я не заметил зря. Так, у нас три очка не хватает и пять ходов. Что я могу такое сделать? Четыре хода. Ну, операцию Иви. Мог бы Афины захватить. Дали бы мне определенные очки тогда. Тут, кстати, Россия очень прикольно была расположена полностью от эфиопа одной клетки. Клеткой защищена. И от меня две клетки прохода. То есть, в сетевой игре... Ну, места, правда, мало. Тундра есть в другой стороне. Мне кажется, в сетевой игре... Вот, если бы живой человек играл за Россию, у него было бы очень неплохо все. То есть, очень даже приятные места получаются. Вот важнее天орь. Или даже безjęточnym заработанием. Эфиопия. 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 И вот, думаю, что это не такое... О, еще кузячики получаю вообще А, за убийство этих Корпусов Греческих, кстати, да Аэропорт, нафиг Надо, давайте, наверное, исследовательские гранты Блин, Астрахань зря оставил Ну, и Казань по-хорошему Ну, вообще, все города в Тундре Понятно, что для России норм, а для всех остальных О, боже, ракетный крейсер Прибыл захватывать Тирвану Как, ну, откуда он приплыл Что вот тут вот Оплывал вот так Стрелить с этой стороны Зачем-то Наводнение катастрофическое, но Ущерб предотвращен Вот, надо Танчик убивать Ну, потому что нам за это очки дают Мы убиваем армию Наверное, истребителя должно ухватить О Еще одну очку К счету эпохи Ну, одну очку я где-нибудь уже заберу За три хода Вон, могу флотоводца хоть сейчас нанять Вон, могу флотоводца хоть сейчас нанять Куда этот делся? Какие-то пушки куда-то плывут во австралии Еще с кем-то воюют, кроме меня? Нет Сейчас посмотрим следующим ходом Кто-нибудь какую-нибудь проекту они запускают Но у меня такое ощущение, что Они просто два проекта делают и забивают И смотрят, как человек куда-нибудь улетит Да, 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 очень, да Как может человек в космос с каменным топором в руках? Кого-то, хоть кого-то в космос запускать вообще Вообще нереально Ой, получил последние очки Так, наверное, ничего не меняю Содержание юнитов Роботов просто хочу построить Так, там надо будет три Содержание, три урана в ход Наверное, мне одного достаточно будет А, за счет операции Ивеном Еще дают очки Понял Просто ваншот даже из города Умные материалы Ну что, никто, да? Вот все, кто запустил уже два проекта Никто нанотехнологии не открыл Как будто, типа Вот реально Все, кто открыл нанотехнологии Они два проекта не запустили А нафиг нам нанотехнологии Вот что они открывают И это цивилизация Ну сейчас я их уже обогнал За счет того, что у меня коча счастья И Обогнал по количеству науки в ход Но не по количеству технологий Нет, по количеству технологий тоже Но Не по тому, где мы находим Вот смотрите Лаутару уже в ускорялке вышел Вот тут ускорялки находятся Вот это последняя теха И он уже в них Но зачем побеждать? Зачем мне побеждать? Ему точнее Он уже там Но он при этом Он при этом не открыл умные материалы И нанотехнологии не открыл То есть ускорялки открывают Ну да, вообще-то они не связаны действительно Вот нанотехнологии Нанотехнологии с умными материалами Возможно связаны А вот это, видите, открывается Через прогнозирующие системы Не связаны с нанотехнологией Они с робототехникой связаны Видите, как идет Да Даже получается и нету смысла Ядерки в никого не кидать Нету смысла Кидать в кого-либо ядерки Вот так по-русски будет Походство в гавани От безысходности просто Я ничего не буду менять Вавилон лунную экспедицию завершил Тоже завершил второй проект Хоть кто Ну вот Единственный вавилон Кто нанотехнологии еще открыл То есть может третий делать Все остальные Кто открывал нанотехнологии Они просто даже не запускают ничего Они не хотят наукой выигрывать Просто Тотально отказываются Кстати, как я вышел в латников Да, так до сих пор у меня латники Блин, опять это управление В циве, когда Фигню всякую Самолетами Я случайно ферму разбомбил Ёк, нос падает У меня даже на все Может быть угольных электростантов Тут, наверное, хотя нету электричества Конечно, на все хватает Но В России явно Хотя Он что-то добивает Просто подержу здесь Подводные лодки Подожду И в конце Перед самым отлетом Кину в них Все Кстати, вот не очень удачная Карта для Кореи Вот этот залив В пятерке это было бы классно А в шестерке Получается у тебя Куча клеток Которые ты не используешь И на которых ты ничего еще и нормальное построить не можешь Ты не можешь ромашку, например То есть у Кореи Типа в центре империи Получается отсутствие Клеток, на которых можно ставить районы И из-за этого Не будет столько соседства И не так Круто, как могло бы быть Ставятся города Еще одна Атомная подводная лодка Приехала Австралийская Вышли в информационную эру Золотую Я уверен, что больше никто не выходит В Золотой век сейчас Нет, я ошибся Наоборот, всего лишь четверо В нормальном веке Так Ну я бы войну роботов взял Чтобы еще один ОБР был Под охраной лжи Неинтересно Открывает озарение Для исследования спутников Тоже неинтересно Это все открыл На туризм И шпионов Так что давайте два Робота-бобота А вот как давно я уже кинул Ядерки в Австралию Он даже не ремонтирует города Так, ну давайте Космопорт уже починю Последний проект Можем запустить Где у нас космопорт Все Четыре проекта запущено Осталось только долететь Я вот ставлю Что угодно Что даже когда долечу Еще никто из моих соперников Третий проект не сделает Что, конечно Очень удивительно Я не знаю Почему компьютер Так останавливается Хотя очевидно Что у него науки дофига И он вполне может Выходить В Техе Намного раньше меня Продолжение следует... Немножко повыше поднимусь Тут вообще не контролируется Проплыв Никак Я, наверное, не буду Объявлять войну Кореи Тоже уверен Что он никуда не улетит Блин, надо было Эту подлодку завалить Ай, стоимость за производство Снизим Дает дополнительное удовольствие Красители у нас, по-моему, дофига И климатические соглашения Хай пройдут Я уверен, что мне какой-нибудь забанят Снижено за золото покупка Это, конечно, для мали Но мали тут вообще не конкурент Не влияет какао Помню, какао вообще нету Так, продолжаю Контрразведку Интересно, почему я вижу подлодку Но не могу, кстати, по ней Стрелять 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 Нифига, ведь те рабочие все Давайте одну термоядерку сделаем еще Тоже в кого-нибудь бросим Как он меня нашел? Так, все, стоим тут Хотя бы хоть какой-нибудь начал бы даже третий Просто начал, при том, что, видите, есть Вавилон, у которого открытая нанотехнология, он может начинать их делать Но не хочет Ого Мапучи там просто уничтожает Аравию Только не знаю, зачем он уничтожил город А не захватил Немножко странное решение Ладно, найму Вообще, великих людей немного осталось Субтитры делал DimaTorzok Нанмадол там кто-то берет Какие-то устаревшие юниты приплывают, пытаются высадиться Чтобы с честью умереть, видимо Да, кстати, на... То есть роботы вообще не считаются какой-то отдельный юнит Просто, видите, не работает способность галлов Зато на ПТ-команды работает от роботов Подождите, а мы уже все Всеми самолетами Субтитры делал DimaTorzok Слушайте, а больно бьют по... Так, плюс 3 очкового перемещения через горы. Больно бьют что-то по... По роботам. Так, 2 хода до ускорялок, а мы уже улетели типа на... На 3 хода, то есть мы на 5 лет уже улетим к тому моменту, как откроем. Никто, как я говорил, никто даже не начинает строить третий проект. Ну, еще кого-то поймали. Чужого шпиона. Ну вот помните в начале партии, насколько был силен этот грек? У него постоянно были более крутые юниты. Почему он ими ко мне так и не пришел? Без понятия. Вообще без понятия. Было вообще интересно повоевать против более крутых юнитов, но он даже... Даже не попытался. Единственное, он пытался Гонконг почему-то захватывать. Но это, видимо, прописано у него в модели поведения. Он пытался идти... может какие уже карточками роботов то не надо уже создавать шпионы любой тип на науку ма на счастье тогда гражданский авторитет поставить повысит счастье даже не ремонтируются города например просто закинули и все эти мы выключили соперника к нос отвалился блин чуть-чуть не хватает и и и и и и и и Просто, чтобы быстрее уже межпланетный полет Открыть все эти гранты Контрразведка тоже хорошая мысль была Их всех оставить в контрразведке Потому что Видели сколько я уже шпионов перехватил Убила, иначе бы мне И губеров выкидывали И космопорты ломали Так, сильно отваливаются 12 16 Выдержим, ладно Субтитры сделал DimaTorzok О, а что это за зачеркнутое Снижена плодородность О, слушайте, первый раз вижу Снижена плодородность клетки Так, открыли ускорял Конечно, у нас космопорты Самарабрива, Тирвана Адуатука и Наведум Четыре города Мы уже улетели на Пять Да Следующим ходом шесть Мы улетим Следующим ходом шесть Потом через ход Будет уже Одиннадцать Еще через Четыре хода Нам До победы Судя по всему Сейчас я поставлю Эти лазерные станции Блин, это не то Блин, это опять Че я постоянно хочу на Точку Лагранжи Хотя нет Тут по два хода они строятся Так что они, наверное Шесть ходу Пять Короче, пять Четыре-пять Я бы так сказал Я просто хочу сейчас Shift-enter Потому что тут уже Все понятно, по-моему Термоядерок Термоядерку только Сейчас кину в кого-нибудь Не, давайте ядерку В Афины Хочу захватить Афины Просто напоследок Так Так, чтобы Поменьше Урона Давайте, наверное, сюда Более приятно Захватывать роботами Потому что они Урон не получают От загрязнений Красота Ой Зона контроля Что-ли была Трубаные Танки Так Трубаные Трубаные Столица Греции Тоже пала Так, термоядерку Наверное в мапуче надо За то, что он так офигительно развился И играл, но Просто просрано все В конце Куда тут покрасивше Нет Максимум, наверное, сюда Тут два города Ну, заодно Правда, не столицу Может, все-таки столицу Как? Давайте вот сюда Столицу накроем И самый крупный город Да, объявим войну Сейчас прилететь Какой-то странный, конечно Поносный цвет был выбран для мапуча На тебе А ведь мог раньше меня улететь Чтобы от этого вот ничего не было Просто, чтобы 57 ходов меня Не трогали И не заставляли выбирать Что тут строить Так, тут строителя Тут дальше уже Абсолютно пофигу Все подряд открою Слушайте, ну раз мы взяли Афины, наверное, уже не должны отваливаться В города Вот за католицизм Надо, shift, enter Не буду я уже тут всем ходить Так Скорялочки пока одна Слушайте, отваливаются Афины Кнос Нифига себе Ну и пофигу Не хочу им заниматься Вот Австралиец периодически привозит Атомные подводные лодки В армадах Но при этом Ничего не делает Типа там Кинуть меня ядерку, например Странно же А, на shift, enter И еще несколько ускорялок Ну, тем не менее Так, надо проголосовать, да? Нет Я подать могу что-то Тем не менее Shift, enter Ммм, Вавилон Вавилон захватил нанмадол А против меня что Ядерное оружие использовал Ну что, все мне войну объявят По идее они тут Против ядерного оружия собираются Ну Судя по тому, что Так долго, что Видимо там, да Проголосовали Только Германия и Китай Не проголосовал Так, еще ускорялки Давайте смотреть Сколько мы пролетели Сколько осталось 14 из 25 9 Блин, через ход получается Ладно Что-то подводными лодками Приплыла Австралия Вы ядерку в меня кинуть не хотите А не подводными лодками Приплывать Я думаю, давайте Итог Подводить Пока мы тут Shift, enter Ну Я не почувствовал Разницы С отключенными Другими победами То есть Это мне рекомендовали Частенько в комментариях Я не вижу У меня такое ощущение Что компьютеры Все равно продолжают Действовать Так же Как будто Другие Победы Тоже есть Туристические Там Религиозные Все равно Как я и говорил Компьютер Все Все время Что я улетал Так Даже Нет Хамурапи Все-таки Хамурапи Сделал третий проект И это все Почему все остальные Не открывают Необходимые технологии Вот Нанотехнологию Хотя Они в умных материалах Знаете Вьетнам В умных материалах Но не открывает Нанотехнологию Потому что у них Как-то прописано Движение по технологиям Почему-то такое Именно у этих цивилизаций Австралия Вот открыла Нанотехнологии Умные То есть Австралия может Улетать давным-давно Мапучи То же самое Просто Проходят мимо Нанотехнологии Как будто Это ненужная теха А если бы мы еще Играли со случайными Технологиями Они бы еще Хуже сыграли Здесь То есть Почему То есть Нормально же Было все Вот Сложно Действительно Отсутствие стратегических ресурсов Но в конце Компьютер просто Останавливается Он не в состоянии Ускорять техи В конце У него Было же Вот у меня 350 Типа А там 500 У компьютеров Он должен был Давным-давно Далеко выйти В эти технологии И Много дальше Быть И техи Там Эти проекты Намного раньше Меня запустили А так получается Я первый проект Запускаю Там только второй Делается Почему-то Хотя Ну вы видели В течение всей игры Очень большое было Научное преимущество У меня даже Не получилось на Грецию Нападать Потому что у него просто Такое преимущество По техам Что Мои юниты Царапали города Были Ничего бы не давали Ну Ничего бы не дало Давайте график Посмотрим Опять же По науке Это поразительно Так Сейчас Рожу свою уберу О Смотрите Я тут постоянно Отставал Постоянно Вот желтый Это у нас Вьетнам И мап еще Вот тут Только Догнал По количеству По количеству Науки Вход То есть Они здесь У них должно быть Технологии Вообще Намного Намного Больше Не умеют Пользоваться Ускорениями Не понимают Куда идти В принципе Культура Игрока Ну посмотрите У немца Какая культура Зачем Непонятно Созданы чудес Тоже немец Построил Ну кстати Это я захватывал Последние чудеса Правда Ну Рассказывайте Как у вас Получилось У меня Какой-то рейтинг Можно будет Сравнить Итоговый рейтинг Но я правда Не так сильно Стремился Прям по науке Быстрее это сделать У меня видите Марк Аврелий 1567 очков К сожалению Сейчас давайте Глянем На каком ходу На 161 Я закончил Полностью Захвачена Россия Практически Захвачена Греция Все можно было Конечно Быстрее Если было бы Нефть И селитра Чего у нас Не оказалось И уран Оказался только В России Это еще повезло Урана Кстати Давайте я гляну Урана Как Еще раз скажите Вы Типа Сами отдельно Проходили А потом Смотрели Как у меня Или Или там Серию смотрите Также серию Проходит Смотрите 8 уранов Всего на всей карте На огромной карте 8 урана Ну Кстати Довольно Знаете Очень так Как это Равномерно Распределен А не лежит Где-то Знаете В одном месте Так вот Рассказывайте Как вы проходили Сначала Сами прошли Потом посмотрели Сначала Посмотрите Мое прохождение Будете сами Потом Играть Или вот Как серия Выходила И вы Вот в этот же Временной промежуток Также ходили По этим ходам Тоже интересно И как у вас Получилось То есть 161 ход И сколько там 1800 Что-то там Очков На это все Предлагайте еще Свои Варианты Как усложнить Прохождение Только давайте Ну Я может быть На стандартной скорости Еще позаписываю Но точно я не буду Это на эпическое делать Потому что Ну это просто Тупо Долго Я понимаю Что это сложнее Типа там Дольше надо юниты строить И поэтому в начале Тебя могут вынести Но если я в начале Построю юниты То во всем Своем это просто Дольше И смог отбиться Играйте в умные игры Вот такое прохождение Загалов получилось Всем пока Спасибо что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть другие Мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok